всех приветствую сегодня у нас на обзоре такая вот машинка janame le 22 либо она называется также janame l 394 это у нас давление лапки можно в середину обычно оставлять здесь удобно удобно менять ламку ла лампочку раз вставляем и опять закрываем это тоже очень давно потому что во всех машинах нужно бывает болт откручивать сбоку здесь вроде неудобно неудобства в этой машинке то что когда мы подключаем педаль там нету вкл выкл либо 1 и 0 как машинка включать лампочка она сразу автоматически включается также у нее чехол не чехол 1 пластиковый чехол есть и держу где вот мы допустим держим аксессуары тоже удобное место хранилище здесь смотрите когда мы наматываем шпульку здесь сбоку не на право нужно маховое кольцо двигать а вот именно налево так сказать покрутить немножко то что внутри и все и его водителям все отключается и у нас наватывается только шпулька и вот мы возвращаем также и все здесь у нас ваты 85 ватт написано и 15 ватт лампочка занимает это у нас полчаса около 70 ватт занимает мотор сам мотору машинки в основном будет 66 570 ватт мотор и потому что слишком сильных моторов на бытовых машинках не бывает вдевая шпульный колпачок внутрь можно нажать чтобы он щелчок был либо не нажимать просто аккуратно где-то внутрь смотрите в обычных машины справа налево выдвигаем заправку здесь же слева направо и смотрите вот есть такая линия для пластинка было от этой пластинки в тонкой нужно направо не налево если мы сделаем натяжение не идет а направо там натяжение будет идти нужно правильно вдевать нитку чтобы шитье было тоже правильно здесь у нас раз мы передвигаем сюда это у нас опущение зубцов зубцы опускаются и мы можем делать штопку и вышивать без зубцов теперь возвращаем когда мы двигаем маховое кольцо на себя пару раз и зубцы возвращаются на место вдеваем нитку и иголку и начнем шить теперь мы вдеваем нитку в иголку показываем как работает вообще вот челночный механизм раз полумесяц забирает и мы тянем наверх нитку и нижняя нитка поднимается наверх ставим на букву а и на букве а мы можем делать зигзаг прямую строчку двойную зигзаг двойную прямую строчку и петлю сейчас мы поставим обычно прямую строчку и здесь что удобно вот она раз и зацепляет цепляется на место одно его допустим мы ставим добрый будет операцию шаг допустим 1 2 3 4 и он четко прям фиксируется это очень удобно тоже вот начнем с единицы прошили единицу на 2 миллиметра 3 миллиметра и также поднимаем иголку при в конце шитья когда мы хотим поменять либо шаг либо же шире операцию вообще другую поставить обязательно иголка должно быть наверху вышивы хорошие прямая строчка отличная двойная строчка тоже неплохо получилось все принципе пока неплохо длинный шагом поставим на единицу ширину на самый мелкий зигзаг поднимаем иголку чуть широкий еще шире и так до самого широкого зигзаг теперь смотрите мы ширину оставляем самую широкую но уже увеличиваем длину с единицы двойка тройка 4 здесь тоже ширина зигзага хорошо получилось вообще зигзаг получится отличный натяжение конечно отрегулировать это шаг большой и есть у нас заживую ткань уже ширину но натяжение регулировать сейчас мы ставим на g операцию так раз поставили и оставляем все как и было у нас на двойной строчке прошиваем посмотрим как она из изменилась вот такая непонятная операция симпатичная принципе что-то не есть такая более непонятная теперь смотрите убираем раз лапку сейчас мы будем делать петлю полу автомат так вставляем лапу для пола автомат петли она двигает сюда-сюда там разницы пока нету начать мы главное чтобы установили устанавливаем 1 она не вставляет сзади нажать можно кнопку она открывается вот какие пальцы показа открывается и забирает то что находится вот этот кружочек рассказать у лапки для петли и захватывает теперь смотрите мы поставляем здесь тайна а здесь ставим на первую сторону петли который делает здесь между единицей и нуля длинную шагу здесь получилось слишком густая она потом я исправлю теперь двойка она делает нам вторую часть третью тройка обратно мы будем шить ну как видите очень густо кому это не нужно особенно допустим ткани стянуть и у вас сразу застрянет шов и просто не будучи и дальше вроде кажется что симпатично вроде кажется окно на такой тянуть и более ткани будет капризно себя чувствовать вот на единицу поставили мы все начинаем самого начала первый второй третий четвертый шаг и чуть-чуть долину увеличили мы также во время видео решили вам сказать напомнить о том чтобы не забывали подписаться на наш канал ставить лайки писать комментарии потому что это очень важно потому что мы делаем контент для вас чтобы он был интересен первую очередь вам но теперь в разницу видите это где 0 и 5 шаг был и единицей шаг в принципе все получилось все отлично